Портал Добродел с каждым годом находит все больший отклик у жителей. Активность мытищенцев также бьет рекорды. Успевает ли в администрации отвечать на все вопросы? С этого начал оперативное совещание глава округа. Надо отдать должное, конечно, к концу года мы поправились достаточно хорошо. Но на первых этапах у нас были и задержки с ответами, и по срокам, и по качеству. Поэтому я просто еще раз заместителей прошу обратить внимание на работу системы Добродел. Сегодня это тоже один из критерий оценки качества работы органов местного управления. Продолжил совещание Андрей Гореликов с итогами 37-го заседания Совета депутатов. Оно состоялось в четверг. Народные избранники обсудили 13 вопросов в повестке. Председатель территориальной избирательной комиссии города Мытищи Наталья Тергрегорьян рассказала об изменениях федерального закона о выборах президента Российской Федерации. По новым правилам упраздняется досрочное голосование и голосование под крепителем удостоверения. Теперь гражданин, проживающий не по месту прописки, сможет проголосовать по месту своего нахождения. Для этого избирателю необходимо лично в период с 31 января по 12 марта 2018 года обратиться в ближайшую территориальную избирательную комиссию или многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг, а в период с 25 февраля по 12 марта в любую участковую избирательную комиссию. В указанных пунктах приема заявлений необходимо предъявить паспорт гражданина Российской Федерации и подать заявление о включении списка избирателей по местонахождению, обязательно указав избирательный участок, где избиратель планирует проголосовать в день выборов. С перечнем избирательных участков можно ознакомиться на сайте Центральной избирательной комиссии России или позвонив по телефонам горячей линии. Прием заявлений в мытищах будет осуществляться в территориальной избирательной комиссии и в многофункциональных центрах. Два пункта повестки в эту пятницу были посвящены работе средств массовой информации. Начали с успехов нашего телеканала. 2017 год стал особенным для нашего телевидения. Он начался с победы рекламного ролика «Любите». Наверное, запомнили многие те, кто обращает внимание на деятельность нашего телевидения. В конкурсе по созданию социальной рекламы антинаркотической направленности, который был организован Главным управлением региональной безопасности Московской области. Ролик очень удачный и нашел очень широкое распространение. Далее была победа на телевизионном конкурсе «Братина», где первое место было присоединено в фильме нашего журналиста Надежды Трифоновой «Петрушка». И второе место получил спецрепортаж «Дарья Ильинский. Домашний зоопарк». Ну и триумфом 2017 года стала серьезная заявка телеканала на Всероссийском конкурсе Федерации, где первый Матищинский заявал три диплома. Кроме того, 1 февраля в округе начинает работу еще один телеканал «Матищинфо». В новом формате будет вещать и «Матищинское радио». А газета «Родники» заняла лидерские позиции в Подмосковье по тиражу. Что касается основных тем января, поднимаемых в областных и федеральных СМИ о городском округе Матищи, то это, конечно, результаты многочисленных рейтингов. Так, наш округ стал лидером по сбору арендной платы за использование земель и одним из самых чистых городов России. Анна Роченкова, Андрей Капустин, информационная программа. День.